итак здравствуй константинович хочу это все колесе вспоминать или все вспоминайте один из самых серьезных мужиков из нашей команды меня называют учителем ну по моему я скоро к нему ученики запишусь почему читаем хочу поделиться со службой вашей кубинары последние новостями из лаборатории по укоренению шелковицы а новость такая черенки шелковицы уже поставлены на укоренение более подробно можно узнать на их заметках на ядра в сцене записки зачарованного садовода это мой канал и в лабораторию коренения желающим приобрести череки и саженцы шелковицы железово здесь была еще одна фамилия но по просьбе по требованию хозяина фамилия она была стерта того хозяина желающим привести череки и саженцы шелковицы железово просьба обращаться на мой электронный адрес вот электронный адрес понятно понятно теперь это еще не все давайте полюбуемся вот это и есть лаборатория это есть его шелковицы как я понимаю здесь идет укоренение внимание снова смотрим идет укоренение внимание видите согласитесь что если он специально подчеркнул я делал по железу верхушки отрезаны то есть никакой халтуры вот я вам сразу скажу если вам удастся укоренить верхушку то и она дойдет тепло одношение хотя шансов меньше верхушки она тоньше она слабее помните я вам показывал такие пушистую шелковицу в красном хотели в одного из моих друзей моя шелковица она имеет форму шара кончики веток настолько тонкие что они отмерзают и каждый дает быстро за искали каждый дает или 4 как обрезка то есть а отмерзание кончиком и получился такой круглый абсолютно идеальный шаг поэтому я всем советую верхушками не связываться это первое второе если это верхушка укорененная даст вам плоды они будут два раза два раза мельче чем те которые полезут вот из этих побегов нижних видели да вот это я хотел сказать и еще чего не хватает все таки чтобы полная ясность была значит электронные адресы есть так есть можете обращаться качество шелковицы качество плодов гарантировано потому что все пошло у меня как всегда от одной вот такой веточки вот историю сейчас не буду у каждого моего дерева есть история вот как я нашел это было чудо минус сорок пять замерзли на мертвое дерево ну нашел же я это вот и от нее пошло и уже их сколько вот и мы всю страну покроем шелковицы мы любители это только начало вот а алексей иванович я считаю сделал настоящий подвиг его напечатали наукой жизнь меня печатать не стали я для них изгои там это сами знаете ну это а он убедил их что шелковица выдержит минус сорок а переписки как там редактор что он писал алексей Иванович там вспоминает он написал что ли они просто померзнут а кстати видите это же корневые отводки все ладно призываю вас на ближайшие годы алексей Иванович будет единственный в России ну так же как мои персики так же как эти крупноплодные абрикосы так эти же наши с Алексеем Ивановичем шелковицы самый морозостойкий в России и мире как он такой самый морозостойкий стоит только вам укоренен взять средней полосе россии я уберу вдоль трансиба знаете как трансиба идет от москвы до сахалина то есть до этого до приморья вот и везде может проезжать якутию может быть там север если проезжает там допустим Забайкалье там еще конечно ловить нечего но до Урала и плюс юг Сибири до Якутии до Забайкалья будет расти там уже можно чаще укрепить можно халтурить можно хитрить в хорошем случае халтурить вот пожалуйста мы с вами начинаем новую кампанию по завоеванию России хоть и говорят за границу нам поможет мы до Забайкалья все доберемся но как именно помогать и 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